Результат труда другого подрядчика теперь придется переделывать. Качество асфальта, уложенного на участке улицы Павла Левита у госпиталя ветеранов войн, не выдержало ни критики, ни экспертизы. Объект мэрия не приняла, а работы оплачены не будут. Татьяна Баркова расскажет, что будет дальше. Ремонт этого участка дороги ждали и пациенты диализного центра, и областной больницы, и рядовые жители Колмова. Но дело не заладилось уже на старте. Изначально в перечень работ на этот год он не вошел, но мэрии удалось сэкономить на аукционах, и деньги нашлись. Вот только подрядчик, которому достался лот на Павла Левита, мягко говоря, подкачал. Сдал объект с опозданием. Работы завершились в конце августа. А в скором времени стало ясно, что лужиное покрытие не соответствует ГОСТу. Вместо положенных 5 сантиметров толщина асфальтобетонного покрытия в некоторых местах составляет меньше 4. А это значит, что долго оно не простоит. Подрядчику дали шанс исправить сюда 26 октября. Сегодня 27-е, изменений нет. Теперь контракт с подрядчиком «Легионстрой» будет расторгнут. Ему придется выплатить неустойку и штраф около 200 тысяч рублей. Также компанию планируют внести в реестр недобросовестных поставщиков. Где-то 22 сентября было известно, что работу выполнена некачественно, и необходимо их переделать. Здесь работы фактически максимум на день. С подрядной организацией понимания найдено не было. То есть все время сроки исправления выявленных замечаний откладывались. Ситуацию в городском хозяйстве обещают исправить в течение недели. За дело возьмется другой подрядчик «Ситиком», который отремонтировал большую часть дорог в Великом Новгороде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Татьяна Баркова, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидении.